Всем приветики! С вами Мелис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием Garden Life и Cozy Simulator. Это у нас, как и сказано, уютный симулятор, уютный симулятор садоводства. Мы будем играть за девушку, вот в нашей главной героине. У нас будет свой сад, здесь будут меняться времена года, будут открываться разные персонажи по сюжетной линии, также будут разные растения, по-разному за ними ухаживать, и всё то, что входит в реальное садоводство. Я в этом вообще максимально особо не шарю, ну так, какие-то правила знаю и тому подобное. Поэтому сегодня мы наберёмся очень много знаний по садоводству. Вот такие вот делишки. Так что бери вкусняшки, надевай наушники и приятного просмотра. Поехали! Так, слот первый, да. Окуньтесь в историю и мир игры Garden Life и познакомьтесь с её колоритными персонажами. Рекомендуется для начинающих игроков. Теперь, когда у вас есть все необходимые, вы можете дать воле своему творчеству. Предупреждение в этом режиме достижения доступны. Мне интересна история. Вот это получается у нас сюжетный режим. Это у нас просто творческий. Как и в House Flipper. Всё, поехали. Можно, кстати, подключить геймпад. Давай-ка я подключу. Здравствуйте. Приветствуем вас в нашем саду и надеемся, что вам будет здесь хорошо. Как вы, наверное, слышали, сейчас у нас трудное время. Робин, чьи усилия по организации и входу за садом привели вас сюда, больше не с нами. А это вот этот красавчик? Мы хотим почтить память столь важного для нас человека. Именно поэтому мы ищем того, кто возьмёт бразды и правления в свои руки и вернёт жизнь этому месту. Все жители деревни с нетерпением ждут встречи с вами. В общем, вот и адрес сада. Я встречу вас там, чтобы вы могли сразу же приступить к работе. Я хочу забегать вперёд, но я точно выражу мнение всех жителей деревни, если скажу, что с нетерпением жду результата вашей работы. Спасибо, Жасмин. Жасмин. Хорошо. Сад – это место, где вы будете проводить большую часть своего времени. Привет, я Жасмин. Очень рада наконец-то с вами познакомиться. Спасибо большое за то, что согласились стать волонтёром. Сад действительно много значит для нас. Так, я вроде подключила гемпатику, но шо-то не работает. Шо-то не работает совсем. Да, он подключен, всё отлично. Ну, шо-то как-то не пашет, ну, не хотит оно совсем. Ну, ёпта. Ой, ёпта, чувствительность какая бешеная. Хорошенько осмотритесь, не стесняйтесь, работа никуда от вас не денется. Хорошо, в первую очередь это чувствительность. Чувствительность. Так, ну, я настроила вроде как. Мышка более-менее нормальна, но как-то мне не нравится немного что-то неплавненькое. Я попробовала включить размытие в движении, это просто ужасно. Это просто, просто отвратительно, кошмар. Ити на деревенскую площадь. В деревенскую площадь, ладно. Минфад всё ещё не работает, не знаю почему. Без понятия. Нет новых просьб. Хорошо. Хоть и просьба. Настройка и персонализация отсутствует. Вернитесь позже. Как видите, работа полна. Мне подумала, стоит к вам зайти. У меня так много работы. Но вот теперь вы здесь, и первая. Можете ухаживать за садом как следует. Я думаю, у вас всё получится. Я здесь первая. Пожалуй, начнём сорняков. Вырывайте их прямо из земли, чтобы купить серп. Так будет гораздо быстрее. Небольшое количество сорняков саду может отвлечь. Родители от растений. Но если их будет слишком много, они будут красть воду у ваших растений. Необходимо соблюдать правильный баланс. Так что всегда будьте на чеку. Я думала, что сорняки это всегда плохо, их надо выдирать. Оказывается, они могут быть полезны. Так, мне надо купить серп, она сказала. Ни горасти, ни котейка. Привет. Милом, милом. Так, ду-ду. Господи боже. Вы ещё не готовы это использовать? Хранилище, открыть хранилище семян. Инструменты. Ага, но у меня нет инструментов. Я не знаю даже, где их можно взять. Но вообще их надо взять в магазине. В магазине, тем более, ехать за где. Блин, ну выглядит прикольно. Знаешь, графика необычная. Но мне так нравится. Она в стиле мультяшной. Какая-то вот такая. Я люблю такие. Вот такие не нравятся, а мне нравятся. Так. Давай удалим вот такие вот прям сорняки. Куча листьев. Ладно, я чуть не понимаю. Ага, вот удали сорняки. У нас слева задание на них. Ладно, давай удалим сорняки. Ну, кстати, красивые сорняки. Красивые. Сорняки реально бывают красивыми. Да? Вот эти листья непонятно зачем. Мне тоже непонятно. Давай я их просто вот положу. Не знаю, зачем я их взяла. Эта лягушка, блин, появляется. Так, еще один. Все. Компостный контейнер. Отличный способ извлечь пользу сорняков, мертвых листьев и обрезков растений. Что-то я об этом слышала. Если держать их здесь достаточно долго, они превратятся в компост, в который можно подкармливать растения. Ничего себе! Так они будут расти быстрее. Это значит, что хоть более желающая письмо в саду сократится. Ознакомьтесь с компостным контейнером у сарая. Так. Так. Привет. А что мне тебе? Куча листьев? А, на правую кнопку все делается. Окей. Куча листьев. Так. Итак, последний уголк. Уберите все мертвые растения с помощью лопаты. Взор, что ни одного из растений не выжило. Но их семена еще нужно спасти. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы выкопать растения. Новый подвид растений. Прикольно. А это что? А это что за растение? Желтый нарцисс. Отлично. Оп. 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 А вот это что? Тоже нарцисс. Ну-ка, конечно, супа. Оп. Оп. Ого. Тут надо будет построить мостик. Так. Хорошо. Семена есть. Я могу поднять их. Удалить сорняк, в принципе, могу. Ладно, пусть парочка останется. Листья я уберу и засуну в компот. Мертвые растения. А где еще остались? Ого. Ого. А я не вижу. А где еще растения? А, вот. Отлично. Я вижу, ты тоже взял с собой рюкзак. Умно. При Робин тоже всегда был рюкзак. Куда можно класть все, что угодно. А, используйте, чтобы иметь панель быстрого доступа. Нажмите ТАП, чтобы открыть рюкзак. Ага. Сейчас. Не знаю, как он работает на самом деле. На данный момент отличная работа. По-моему, уже достаточно места, чтобы приступить к посадкам. Посадкам. Для нормального роста семян требуется пространство. Некоторым больше, чем другим. Постально, у них можно сажать где угодно. В сарае лежит книга растений, принадлежавшая Робин. Если вдруг вы не знаете, что нужно кому-либо иному растению, вы наверняка найдете эту информацию там. Так. Вот. Книга растений. О. Амарилис. Яркое цветущее растение, известное своими крупными трубчатыми цветками и насыщенным цветом. Выносливый цветок, который можно выращивать во многих странах с уверенным климатом. Умеренным. Стебли растения полы, поэтому его можно подвесить цветками вниз. И наполнить стеблю водой. В таком виде Амарилис поддерживается, продержится более трех недель и будет продолжать свистеть. Комы. Осень. Зима. Хорошо. Что дальше? Клематиз. Хорошо. Цикламен. Потрясающе. Дицентра. Патия. Плющ. Так, ладно. Это что? Джасмин. Так. Стреться с жителями деревни. Понятно вот, что у нас тут. Можете свободно передвигаться. Можете осмотреться. Выберите пустое слово для инвентаря. Подберите предмет. Выберите элемент декора. Разметите декор. Или используйте режим размещения декора. Выберите семя для посадки. Посадите семя. Если не заниматься растениями, они умрут. Выбирать предметы. Хорошо. Тогда у меня, может, надо найти, как выращивать розу красную. И вот эта вот. Желтая штука. Как она называется? Кстати. Нет, это рис. Нарцисс. Жасмин. Нет. Лилия. Вот. Нарцисс. Нарцисс. Вызван в честь греческого мифа о безответной любви и мести. Это декоративное растение, которое, кроме того, обладает лекарственными свойствами. Нарцисс. Это весеннее растение с коротким периодом цветения. Его приятно дарить новым друзьям и в честь рождения ребенка. А также он символизирует удачу и надежду. Ничего себе. Так. Вот. Получается, у него будет клубень. Лето и весна. Так что нам сейчас это подойдет. Еще у нас есть роза. Красная. Вот. Роза. Вот красненькая. Видишь? Это, походу, у нас цвета, какие могут быть у этого растения. Жители Персии и Китая выращивали декоративные розы еще с 5 века до нашей эры. Их принято ассоциировать с любовью, романтикой, необыкновенной красотой. А также с опасностью из-за шипов на стебле. На протяжении всей истории человечества аромат розы использовали в маслах и бальзамах, чтобы придать им особую изысканность. Хорошо. Это мы все поняли. Уже поздно. Садитесь на автобус, чтобы завершить день. Посадить 5 роз. Посадить 5 нарциссов. Давайте розочку посадим. Оп. Оп. И вот сюда еще хотим. Оп. И вот сюда одну. Оп. А теперь 5 нарциссов. Подожди, подожди, подожди. Вот так вот. Тут все просто на правую кнопку мыши. Очень как бы, ну, необычненько. Ладненько, вот ваша лейка. Она несколько маловато, но на первое время сойдет. Каждый посаженный семен ждать в воде, а затем в регулярном поливе. При недостаточном поливе растения становятся коричневыми и хрупкими, начинают рахнуть, а земля вокруг них теряет цвет. Чтобы использовать лейку для полива растений, которые в этом нуждаются. Ой. А почему она не хочет? И закончилась вода. А почему она не поливает? Ну, то есть, не выполняется задание. Ладно. Поехали отсюда. Нам пора, уже поздно, садись на автобус, чтобы завершить день. Все, нам пора уезжать. Ничего не знаю, ничего не знаю. Автобус пути домой на день. Ух ты, какая бабулька. О, чтобы использовать лейку для полива растений, которые в этом нуждаются. А теперь она работает. Кстати. А теперь она работает. Вау, я их, оказывается, полила все же? Офигеть. Ох ты, боже, лейка, ты шо? А где мне набрать воды? О, все, набрала. Ик. 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 Видишь, сразу прорастает. Ить. 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 Потрясающе вы только что посмотрите, как же здорово выглядит сад. Да у вас талант. Ну да. Да, талант. Думаю, для одного дня это довольно достаточно. Спешить некуда, у вас в любом случае будет время все изучить. Не забывайте следить за временем, в конце дня обязательно отдохните. Только я как бы уже... Нажмите, чтобы проверить время. Я уже поспала. Помните, что в садоводстве главной течении иногда остается только ждать, пока растения вырастут и расцветут. Если хотите, просто езжайте домой на автобусе. Ну, вообще, только что, с поля. Угу. Я не смогу встретиться с вами завтра, но я отправлю открытку. Проверьте, что вы еще когда вернетесь утром. До встречи. Так, хорошо. Давай сначала тогда удалим конники. Поехать домой. Окей. Смотри, что у нас есть. У нас F. Не знаю, что. Тап, рюкзак. B. Ага. Это впускать. D. R. Что такое R. Нет новых просьб. Ага. А вот F что такое? Не пойму, конечно. А, это бросить что-то? А, убрать из рук. Понятно. Ну, давай пока уберем просто сорняки. Этот пусть будет. Пусть будет. Так. Компост. О, удобрение для быстрого роста. Это чувство знакомо многим. Порой так хочется пропустить этот неловкий период взросления. Пусть мы не можем дать такую возможность вам, но мы можем дать вам ее вашим растениям. Просто полейте растение, и оно расцветет в мгновение ока. Удобрение для быстрого роста. Спасибо. Это мне понравилось. А ну-ка, давай-ка попробуем. Для быстрого роста. Прикольно. Прикольно. А, оно на всех растений, получается, сработало? То есть я палила одно, а на самом деле оно, походу, сработало на всех? Или как? Растение счастливо. Спасибо. Спасибо. Я рада, что несчастливы. И вместе мы счастливы. Так. Ну что ж. Нам сказали, как бы, пережить денечек, который мы уже, в принципе, пережили. Можно, конечно, почитать книгу. Ну, как бы, ну, это не самое интересное занятие. Давай ее приручим, погладим. Отлично. Как я понимаю, сейчас у нас лето. Дальше что у нас будет? Дальше у нас будет открытиество моста, скамейки. Плачащие и пиво. Так. Разобрать скамейку, установить садовый киоск, разобраться с садовым шлангом, пристроить мост, расчистить каменные обломки, открыть цеплицу, закончить книгу растений, помочь Джастмин с павильоном. Ой, боже мой. Всего. Не, ну, слушай. В принципе, мы тут уже все поделали. О, давай камень поднимем. Зачем нам этот камень? Не понимаю. А куда? А зачем вот эти камушки? Я не пойму. Ладно. Просто пошли отсюда. Хотя мы можем, кстати, идти в деревню. Давай в деревню поедем на площадь. Деревню можно хорошо. Ух ты. Ух ты. Закрыто. Закрыто. Задовый магазин. О, хелло, дири. Привет, привет. Парка. Камейка. Мешок земли. Утка. Инструменты. Планк нам надо будет, кстати, купить. Садовый совок. Перп. Садовые ножны. Я могу купить его, да? Да. Есть. У меня лопаты есть. Спрей отвредитель. Давай. Рейка есть. Ну, все нормально будет. Так. Спасибо. Спасибо. Так, что у нас еще? Ну, наверное, это все потом откроется. Давай в сад. И... Домой? Поехали домой. День третий. Так, принять просьбу с Жасмин, полученную на почте. О, какая большая просьба-то. Доброе утро. Извините, сегодня я не смогу прийти. Нужно заняться организационными моментами свадьбы, с которыми я подзатянула. Я тут делаю подарок для Маркуса. Это мой жених. Скоро вы с ним познакомитесь. Для этого мне нужны нарциссы. Срежьте их секатором. Положите цветы в коробку для обмена, которая стоит в саду у забора. Я заберу их завтра утром. Хорошего вам дня и спасибо. Доставить желтый. Череньки, нарциссы, восемь штук. Награда, восемь флорины. Как ебта. Здравствуйте, дорогуша. Вы должны быть новый садовник. Меня зовут Лесли. Я управляюсь садовым магазином. То на деревянской площади. Но я вижу, вы получили от Джессмин открытку. Посылать открытки с просьбами идея Робин. Идея была в том, чтобы все могли пользоваться садом. Моим? Вам нужны садовые ножницы. Они есть в моем магазине, так что заглядывайте. У нам. У нам. У нам есть все инструменты. У нас. Которые вам могут понадобиться. А затем просто срезайте цветки, чтобы получить черенки с цветами. А для получения сеглевых черенков для компоста обрезайте стебли. И не переживайте. Цветы всегда успеют вырастить снова. Так. Цветы, чтобы получить черенки. А стебель? Врезать стебель. Так. Подождите. У меня слишком много сорняков. Очень много. Так. Так. Что мне сказать? Получить секатор в магазине Лесли на деревянской площади. Полин, я ж уже была там. Вот что значит. Поперед. Машины, где гажают. А вот и деревня. Вы где-то вчера, а это правда? Там находится мой магазин Лесли. В нем вы найдете все возможные товары для сада. Через арку справа расположен небольшой павильон. Робин и Жасми, но он закрыт. Очень жаль, что так вышло. В общем, осматривайтесь, я пока подушу для вас секаторы. Тебя на их душе. Ааа, боже. Перевод, конечно, кривой. Секаторы нужны. Все, я взяла. Спасибо. Получить черенки нарцисса. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Идти в сад. Меня радует, что здесь мы очень быстро перемещаемся. Реально. Так. Получить черенки для сада. Видишь, я могу вот это вот, короче, вот... Где хочу обрезать их. А вот это, это стебель получается. Вот это, скорее всего, и получилась стебель. Сухое растение. Я забыла полить новый день. Вот. Так. Земля сухая, видишь? Девушкин, матрюшкин. Вот поэтому, поэтому я особо не завожу все растения. Моя память, это просто трэш. Вот, видишь, сухая земля? Значит, их надо всех полить. И тебя полить. И тебя, дорогой, полить. Нам. Но каждый день поливаем растения. Вам хватало этого. Так. Что у нас дальше? Слезать. Я тебе могу срезать? Еще. Еще. Отлично. Отлично. Вы быстро станете чемпионом по владению секатором. Вы положите секатор в красную коробку у забора. Это коробка обмена Робин. Если вам приставили открытку, просто положите в эту коробку то, что у нас попросили. В обмен возьмите подарок, который вам отставили. Цель этой часть плана Робин. По превращению сада местного для всех жителей деревни. Ладно. Подвези сорняки. Красная коробка. Да? Так. Отлично. Все. Награда получена. Ни один сад не будет настоящего полным, без декоративных элементов. Пока вас не было, мне удалось найти то, с чего можно начать вашу коленцию. Ставьте их куда хотите, дорогуша. Вот увидите, сад сразу преобразится. Если вам захочется приобрести другие изделия, заглядывайте в магазин. У нас выбор большой. Мне кажется, чуть-чуть... Голос за кадром. Потише сделать. О, господи, господи, господи. Подождите, слишком много заданий появилось. Так, стоп, стоп. Очень много сорняков, во-первых. Давай уберем. Засунем их в компост. Так, компост. Так, хорошо. Это я сделала. Удерживайте затем отпустить или переходы в режим размещения объектов. Что она мне дала? Ничего ты дала? А-а-а-а, лягушка! Огновенно завоевал успех у садоводов по всей стране. По сей день эти чарательные фигурки можно встретить во многих садах. По сей день эти чарательные фигурки можно встретить. Ой. Ой! Ой. 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 А-а-а, а-а-а, ага, включение объекта, ага, против часовой стрелки, ага, ну, нормально, это было весело, приятно было освободиться от магазинных обязанностей, но мне было приятно вас видеть, дорогуша, вы проделали отличную работу, уверен, Робин, было бы такое же мнение, хорошо вечером? И до встречи, отлично, слушаем, ну все, у нас все отлично, у нас все прекрасно, кстати, а нет, я уже думала, они выросли, так, они все счастливые, и это хорошо, компост готовит, делает, так, на лейку нужно оснастить лейка, о, можно и тут поливать, Прикольно, прикольненько, так, это, кстати, камушек, ёпта, кто здесь стоит? Так, ну, слушаем, в принципе, все, на сегодня тут у нас, походу, дел больше нету, так что мы, наверное, тоже можем заканчивать, если что, продолжим в следующей серии, напиши в комментариях, как тебе игрушка, что ты думаешь о ней, и интересно ли она тебе? Или о дальнейших планах, расскажи, что мы можем тут поделать, такого интересного? Все, спасибо тебе большое за просмотр, за твой лайк, ось и комментарий, нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиков, и все, все ссылочки на сеть в описании канала, и всем пока-пока!